Редактор субтитров А.Семкин В эфире программа «Тема дня» в студии Юлия Бараева. Здравствуйте! Тема нашей программы – новые контрольно-надзорные полномочия Федеральной службы судебных приставов за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций. Гости нашей студии – Сергей Александрович Никулин, начальник отдела правового обеспечения и контрольно-надзорной деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов России по Карелии. И Татьяна Леонидовна Балашова, заместитель начальника отдела правового обеспечения и контрольно-надзорной деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов России по Карелии. Сергей Александрович, Татьяна Леонидовна, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Александрович, первый вопрос к вам. Федеральная служба судебных приставов наделена новыми полномочиями по контролю за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций. Расскажите, пожалуйста, нам немножко об этом и о том, как такие изменения отразятся на работе коллекторов. Ну, стоит сказать, что с 1 февраля 2024 года Федеральная служба судебных приставов наделена новыми полномочиями в связи с вступлением в силу федерального закона номер 467. Теперь служба судебных приставов будет контролировать деятельность не только профессиональных коллекторских организаций, но и кредитных организаций, а также микрофинансовых организаций. Здесь отмечу, что в России до этого прецедентное осуществление контроля государственными органами именно деятельности банков и микрофинансовых организаций не осуществлялось. То есть ранее, как я уже сказал выше, под контрольными субъектами были только профессиональные коллекторские организации. А теперь мы будем контролировать и деятельность банков и микрофинансовых организаций, соответственно. Спасибо. Татьяна Леонидовна, какие нововведения для кредитных и микрофинансовых организаций появились в законе? Для учета новых объектов контроля ФССП России с 1 февраля 2024 года ведет перечень микрофинансовых и кредитных организаций. Включение в такой перечень, имеющих статус микрофинансовых и кредитных организаций, происходит автоматически, то есть на основании реестра, который предоставил Центробанк России. На банки и микрофинансовые организации будут распространяться все правила, установленные 230-м федеральным законом, а также появятся новые обязательства, в том числе как обязанность микрофинансовых и кредитных организаций иметь специальное оборудование, программное обеспечение, которое необходимо для записи и хранения информации о фактах взаимодействия с должниками. И новые положения законодательства изменили правила работы всех коллекторов? Да. В том числе для взаимодействия с должниками микрофинансовые и кредитные организации обязаны подать Федеральную службу судебных приставов уведомление о начале такого взаимодействия и готовности, срок подачи такого уведомления до 1 марта 2024 года. Если такое уведомление подано не будет, то, соответственно, микрофинансовые и кредитные организации не будут иметь право взаимодействовать определенными способами с должниками. Положениями 467 федерального закона изменяются правила взаимодействия кредиторов с должниками и третьими лицами. Профессиональные коллекторы микрофинансовой организации и банки теперь получили право передавать сообщение должнику посредством портала госуслуг. То есть такое право они могут использовать не более двух раз в месяц. Соответственно, на передачу таких электронных сообщений должник должен предоставить такое, так скажем, разрешение. Также законом конкретизирован конкретный временной промежуток, установлена конкретная календарная неделя, календарный месяц. То есть если раньше законом не был урегулирован начало исчисления срока взаимодействия, то сейчас конкретно календарная неделя определена. Это с понедельника по воскресенье. То есть если должнику позвонят в пятницу, в субботу, то с понедельника начнется новый отчет. То есть то, что раньше взаимодействие происходило, этот отчет обнулиться, так скажем. Ну и также теперь у должника появилось право подать заявление об отказе взаимодействия с ним и с третьими лицами посредством электронной почты. Это новое, так скажем, нововведение, а также через портал госуслуг. Если ранее должник мог написать отказ только посредством, через нотариуса, посредством заказной почты, через Почту России, да, либо лично под расписку, то теперь вот эти два новых способа, они появились. Какие актуальные проблемы в вызове времени решило новое законодательство? Впервые федеральный закон урегулировал деятельность, так скажем, робота-коллектора. Теперь появилось новое понятие, которое в законе урегулировано. Автоматизированный интеллектуальный агент. Теперь он так называется. Это специальная программа, которая теперь будет, сможет вести диалог с должником без непосредственного участия представителей организации. То есть такой способ взаимодействия, он непосредственно приравнивает непосредственное взаимодействие с должником. И на работу коллектора будут распространяться такие же правила, как и взаимодействие с живым, так скажем, человеком. То есть это количественные ограничения в том числе. Такие переговоры должны будут записываться, для чего и нам необходимо установить специальное программное обеспечение. И алгоритмы тоже также, алгоритм взаимодействия с помощью робота-коллектора предусматривает возможность отказа должника от такого взаимодействия. Спасибо. Сергей Александрович, как судебные приставы помогут защитить права жителей Карелии? Может быть, есть какая-то статистика, примеры? Ну, если оглянуться на прошедший год, то в управление службы судебных приставов по республике Карелия обратилось 170 жителей республики, пострадавших от неправомерных действий коллекторов. 8% таких обращений пришлось как раз-таки на действия профессиональных коллекторов, и более 70% были по вопросам взаимодействия именно банка, кредитных организаций, а также микрофинансовых организаций. Что, на мой взгляд, подчеркивает актуальность тех изменений, которые с 1 февраля 2024 года вступили в силу. То есть мы теперь такой большой пласт обращений и вот этой деятельности, которая осуществляется именно банком и микрофинансовой организацией, будем контролировать, чтобы, скажем так, профилактическими мероприятиями минимизировать те нарушения, которые на сегодняшний день фиксируются. Здесь отмечу, что по результатам деятельности сотрудников нашего управления в рамках проводимых административных расследований, нами было составлено 26 протоколов по статье 1457 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. И в общей сумме мы вынесли постановление о взыскании штрафов на почти полтора миллиона рублей. Ну, соответственно, права граждан в этом смысле были защищены. Понятно, что штраф идет в доход государства, и здесь мы гражданам разъясняем их право впоследствии обратиться, если такая необходимость есть, за взысканием в том числе компенсации морального вреда для того, чтобы уже и их, скажем так, переживания были каким-то образом компенсированы. Ну, основанием для составления протоколов явились классические случаи, то есть это нарушение коллекторскими организациями количества звонков, звонков третьим лицам без должного на то согласия самого должника, не предоставление необходимой и указанной в законе 230 информации в этих сообщениях, которая обязательно должна быть указана, сообщение третьему лицу о долгах должника, по которому звонили, соответственно, сообщение сведений, собственно, о задолженности, о том, что идет процесс ее взыскания, не надлежащие уведомления, либо не уведомления вовсе должника о том, что взыскание его долга передается третьему лицу. Ну, вот такие классические нарушения, и в этом смысле мы рекомендуем должникам, на которых осуществляется давление коллекторских организаций по вопросу возврата просроченной задолженности, все-таки вовремя реагировать и направлять обращение в управление для того, чтобы мы смогли, собственно, защитить их права и интересы. Татьяна Леонидовна, в каких случаях можно отказаться от общения с коллекторами? Какую информацию они должны предоставить должнику? В начале каждого случая непосредственного взаимодействия кредитор либо представитель кредитора должен, конечно же, представиться. Что в себя включает? Это имя и идентификационный код физического лица, а если такой код отсутствует, то фамилия, имя, отчество. Также должны представить наименование кредитора, либо лицо, от которого работает коллектор, сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе ее размер должен быть указан, и структура. Если же с должником начинает разговор робот-коллектор, то робот-коллектор должен обозначить свое условное, так скажем, наименование. То есть у такого коллектора, робота-коллектора должен быть код. Соответственно, все остальные также наименования кредитора, структура долга и ее размер должны быть сообщены роботом-коллектором в том числе. Спасибо. Есть ли какие-то контакты, ресурсы, куда можно обратиться за консультацией? Насколько это легко сделать жителям? Ну, здесь отмечу, что Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия обращает внимание всех лиц, собственно, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности на обязательность тех требований, которые установлены в Федеральном законе 230-м о защите прав и законных интересов физических лиц при возврате просроченной задолженности. В том числе и тех нововведений, о которых мы сказали, которые с 1 февраля 2024 года вступили в силу. И здесь мы напоминаем гражданам, что, будучи заемщиком, понятно, что мы их права при неправомерных действиях коллекторов будем защищать предоставленными нам полномочиями, но и здесь напоминаем все-таки о том, что свои обязательства необходимо исполнять все-таки надлежащим образом и искать пути, собственно, их исполнения. Обратиться к нам можно как классическим способом по почте, и здесь мы обычно разъясняем о том, что к своему обращению, помимо того, что заявитель описывает те события, которые произошли, как с ним взаимодействовали, звонили, либо писали, но и прикладывать по возможности. Это выписки операторов соотсвязи, то есть это самый первый набор тех документов, которые нам необходимы. Скриншоты, возможно, социальных сетей о тех сообщениях, которые туда поступили. Если произведена аудиозапись, потому что сейчас это, в принципе, доступно для граждан, то это было бы очень хорошо, если бы аудиозапись такую нам предоставили. Ну и другие документы. Понятно, что оценив обстоятельства, мы конкретизируем те документы, которые нам необходимы, ну и уже ведем диалог с теми лицами, которые такое нарушение допустили, по мнению обратившегося. Ну, телефон управления, конечно же, 730413, у нас здесь управление, у нас адрес не поменялся, красный, 33. Ну и, соответственно, интернет приемная, на нашем сайте можно также оставить обращение через, собственно, интернет-сайт. Есть ли какие-то сроки, в течение которых обращение должны обработать? Ну, здесь общие сроки изначально регламентированы законом 59 о порядке рассмотрения обращений граждан. То есть это месячный срок, и понятно, что в эти сроки мы не всегда успеваем получить информацию как от заявителя, так и от тех подконтрольных лиц, которым мы истребуем сведения. То есть срок такой есть, возможность продления в законе он установлен. Ну и дальше уже идет административное расследование. Здесь уже сроки предусмотрены Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. То есть идет, опять-таки, месяц на расследование, который может быть продлен в силу необходимости истребования дополнительных документов. Ну, а что касается контрольно-надзорных наших функций, то в силу моратория, конечно, мы реагируем на деятельность профессиональных коллекторских организаций, выписываем предостережения, чтобы пресекать неправомерные действия. Ну и с учетом действующего на сегодняшний день моратория, конечно, пока иным образом мы с ними взаимодействовать не можем. Ну, что касается именно административной юрисдикции. Спасибо. Наше эфирное время подошло к концу. Напомню, гостями в студии были Сергей Александрович Никулин, начальник отдела правового обеспечения и контроля надзорной деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Карелии, и Татьяна Леонидовна Балашова, заместитель начальника отдела правового обеспечения и контроля надзорной деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов России по Карелии. Татьяна Леонидовна, Сергей Александрович, спасибо, что пришли к нам. Вам спасибо, что пригласили. Тема дня вела Юлия Бараева. Всего вам доброго и до встречи в эфире.